Здравствуйте, друзья! У нас на канале гости. Представляйтесь. Меня зовут Катерина. Я из Белоруссии. Приехала в Silicon Valley в 2012 году. А к нам когда попали? Год назад. Чуть больше года назад. Вы что-то там тест что-ли сдать не могли? Что-то там за история. Я приходила сдавать вступительный тест три раза. Так. А что у вас там с английским или с техническое что-то? У меня было и то и то. У меня и с английским было не очень все хорошо и техническая часть. И вам какой-то там вейвер давали подписать, что там типа мол-мол я понимаю, что я там не соответствую, если что я не в претензии. Да. Так и было. Хорошо. Вы знаете что? Вы за это время совершенно расцвели в смысле вот улыбки так вот. О, как она залывалась. Вы подавленная были? Ну да. Это было не самое лучшее время в моей жизни, скажем так. Из-за него с мужчинами связано? Да. Я проходила через развод. Ой, господи. А годиков-то вам сколько сейчас? Мне тридцать. А, ну хорошо. Это вы с виду там на восемнадцать. Я понял. Хорошо. Ладно. Так. А знаете, вот эти маленькие такие, они вообще возраст не поймешь. Ну да. Хорошо. Что вы делали, пока к нам попали? Я была няней. Если говорить уже о том времени, когда я сюда переехала, я няней работала. А образование какое? Педагогическое. Да вы чего? Да. Прямо по маленьким или постарше? Ну, я как социальный работник у меня, то есть от маленьких и до больших. А что вы закончили-то? Педагогический Максима Танка в Белоруссии. Максим Танк это писатель был? Да, и вот в честь его университета. А, ты смотри, я его читал когда-то, да. Ну что же, хорошо. А в Белоруссии вы тоже с детьми работали? Сразу после того, как я закончила университет, у меня родился сын. Сколько лет ты ему сейчас? Ему сейчас почти девять. Да вы чего? И где он? Сейчас с моими родителями. Ну, в смысле, на каникулах, что ли? Да. Он стал плохо говорить по-русски, поэтому я его отправила подтягивать. Ну, хорошо. Сын вами гордится. Я надеюсь. Что вы такая... Ну, кроме того, что вообще все остальное, это уж очевидность на экране видно. Вот. Но в смысле, мама там, добытчица, в Эппле работает. Да. Спасибо вам огромное. Я дико счастлива, что у меня в итоге получилось это сделать. Так, как там в Эппле-то? Ну, так, то, что можно сказать. То, что можно. Тяжело. Контрактникам очень тяжело работать. А что, их как-то мешают как-то? Я так скажу, что очень сильный контроль над тем, что ты делаешь. И что нужно делать, это определенный, как скажу, набор действий. И обычно, если... Как роботы, что ли? Да. Ну, хоть платят прилично или так? Контрактникам. Это все, мне кажется, зависит. Не доплатят. Так. Ну, это ручное тестирование, да? Да, это ручное тестирование. Вы тестируете какие-то приложения, там, как бы для мобилок или это не связано с мобилками? Это серии. Но это большой секрет. Это вот эта вот разговорная дамочка. Да. Которая вот... Это очень интересный, конечно, проект. Но если, может быть, можно... У них очень просто все ограничено, кто что делает, кто чем занимается. Возможно, кому-то это нравится. То есть, технология расписана подробно. Да, именно. То есть, каждому человеку отводится определенный набор занятий. Вот и все. Ты каждый день знаешь, что ты будешь делать завтра, процесс поставлен. Но нет такого, что овертайм какой-то жуткий? Что-что? Сверхурочных много. Нет такого? Ну, скажем так, если работа должна быть сделана, она должна быть сделана. И, по большому счету, особо никого не волнует, сколько ты там будешь сидеть. Сверхурочные оплачиваются или нет? Нет. Ну, хорошо. Народ веселый. Как там отношения, так вот, всякие? Ну, скажу так, что больше все фокус на работе. Только на работе. То есть, никто не говорит, девушка, что вы сегодня вечером делаете? Нет. Нет, никто. А что же они так? Ну, вот видите, просто очень, я бы так сказала, даже немного стрессовая обстановка. Угу. Ну, хорошо. Так, а у вас планы какие-то есть? Вы, например, хотели бы, чтобы вас с контракторов перевели в постоянные сотрудники? Или вы думаете, что поработала там и дальше пошла? Наверное, все-таки я бы хотела бы дальше пошла. Угу. То есть, так строго с вами. Вы растете, как бы, профессионально там? То есть, вот я понимаю, что там какой-то маленький кусочек, и надо его тщательно делать. Но, делая этот кусочек, вы чего-нибудь такое для себя узнаете новенькое? Да, очень интересно это узнавать культуру, которая существует в больших корпорациях. Ага. Начинаешь иметь представление, как работают эти большие машины. Ага. И что очень само по себе помогает, когда ты проходишь следующее интервью, я так считаю. Потому что я как раз еду сейчас с другого интервью, вот почему я заехала в школу. Ага. Понял, понял. Да. И мне кажется, это очень помогает, когда другие люди видят, ну, рекрутеры я имею в виду, в твоем резюме такую большую компанию. Это правда, это правда. Есть компании, которые на резюме хорошо смотрятся. Да. Что еще сказать-то? А вы, вот, знаете, у нас как часто бывает, вот, покажешь девушку симпатичную, сразу начинают там, а замужем ли, а можно ли познакомиться. Вот, вы знакомитесь? Да, я знакомлюсь. Ага. Ну, как все нормальные люди, наверное. Не то, что вы уже так познакомились, что больше не знакомитесь? Ну, нет. Я считаю, что все должны, как, move forward, всегда двигаться вперед. Хорошо. В общем, давайте так, если кто хочет познакомиться, значит, вы в комментариях под видео уже отметитесь. Вы меня, Михаил, сватаете, я смотрю. Нет, я в данном случае о зрителях переживаю, потому что они, иначе они меня будут спрашивать, как найти девушку, там, туда-сюда, а вы просто в комментариях напишите, и пусть они вам пишут туда в YouTube. Хорошо. И я вас пытаюсь напрямую соединить, потому что я знаю, что вы вызовете интерес. У нас вообще такие романтические, знаете, зрители, они первый вопрос, да, и так даже бывают там девочки и постарше, там, и к сороковничку, а они все спрашивают, там, не замужем ли, там, и так далее. Да, и вот, в общем, такие вот. Вы смотрите наш канал? Да, я смотрю ваш канал. А что вам интересно у нас на канале? Когда я планировала поступать в школу сюда, мне было интересно вообще, в принципе, я смотрела вообще все. Я смотрела ваши ролики о том, как проходит жизнь Silicon Valley. То есть я себя ощущала абсолютно неадаптированным человеком к местным реалиям. Ну, сейчас получше? Да, я считаю, сейчас уже гораздо лучше. Так, так. Ну, все-таки пять лет прошло, правильно? Хотя, я бы так сказала, что свою собственную дорогу я начала только уже после того, как я закончила школу. Угу. А трудно было? Слушайте, вот вы пришли, слабенькая же была совсем, можно сказать, дохленькая. Да. Еще подавленная была. Угу. Ну, как это вот в таком состоянии учиться-то? Учиться мне понравилось, потому что были очень хорошие преподаватели. Может быть, еще учеба вас отвлекала от домашних дел тоже. Вы, на самом деле, я помню, вы уже пока учились, вы оживились сильно, уже в школе вы оживились. Я помню, уже скакала тут такая, повеселее стала. Это я помню. Ну, что же. Ну, когда имеешь цель, знаешь, к чему стремиться. На самом деле, вы попали в среду, которая отвлекала вас от всяких мыслей дурных. И как бы дала вам новую перспективу, и вы в эту перспективу ушли. Правильно. И там, а теперь еще и работа. Видите, как хорошо, когда можно пожаловаться о работе. Да. Когда работы нет. Так уже о чем тогда жаловаться? Тогда жалуешься, что ее нет. Совершенно другой уровень пожаловаться. Да, именно. Хорошо. На самом деле, я пришла просто поблагодарить. Это действительно хороший старт. Солнышко, раз вы уже пришли, давайте мы с вас максимальную пользу извлечем. Извлекайте. Вот. Есть у вас какое-то слово напутственное людям, которые, может быть, не уверены в себе. Которые какие-то, знаете, у них бодяга какая-то в жизни происходит. И вроде и сил нет, и настроения нет, и вы какой-то подорванный-то, и думаешь, что жизнь прям кончилась. Вот. Поскольку вы прошли через что-то подобное, вот что бы вы сказали так уже, преодолев? Даже не знаю, столько всего происходило в то время, и есть очень много чего сказать, что могло бы, наверное, кому-то помочь. Но у всех, у всех, у всех разная ситуация в жизни. Ага. Единственное, что нужно, все-таки двигаться вперед. То есть, на месте не стоять. Правильно. То есть, делать хоть что-то. И не полагаться ни на кого. На себя полагаться и работать. Как сказал великий товарищ, работать и еще раз работать. Он говорил, учиться, учиться и учиться. Но нет. В нашем случае это будет. Да. Учиться через работу. Правильно. Работаешь, учишься, работаешь. Тем более, я считаю, что в школе преподают хорошую основу и очень много материалов. То есть, если есть что-то в голове, можно пойти дальше на этой основе очень даже легко. Ну что же. Хорошо. Ладно. Давайте я вас поблагодарю, что вы к нам заглянули и еще интервью. Дело в том, что, друзья, далеко не все соглашаются на камеру. Сниматься. Да. Я хочу сказать, между прочим, что статистика, которую я наблюдаю, такова, что люди, которые соглашаются на камеру сниматься, они гораздо продуктивнее в поиске работы и, может быть, даже в учебе. За некоторым исключением, не хочу сказать, что 100%, но очень серьезная корреляция. То есть, чем больше человек открыт, тем легче у него получается. Значит, больше снимайтесь на камеру. Ну, да. В общем, не боитесь на камеру. Нет. Ну, еще раз. Если человеку не комфортно, значит, ему не комфортно. Но я просто хочу сказать, что если вы там думаете, вот сняться, не сняться там и так далее, это вас ставит в какое-то положение большей ответственности. Знаешь, что вот тебя люди видели. Значит, ты как-то уже лицом в грязь не можешь ударять. Ну, да. Ну, все. Значит, тем более лицо такое симпатичное. Давайте вы тогда так всем помашите ручкой и еще улыбнетесь. Спасибо всем большое. До свидания. Улыбайтесь, улыбайтесь. Улыбаемся и машем. Да. Тссс. Да. КАНАЛ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»